Всем привет! Сегодня я буду озвучивать мангу Судьба Горелого на подмогу племени. Я немного приболела, так что простите за голос. Приколов у меня практически не осталось, так что в ближайшее время я буду озвучивать манги или историю героев. Варианты этих героев будут указаны под видео. Приятного просмотра! Все эти события кажутся мне сном. Изгнание из фермы, приход сюда, к лунному камню, звездное племя во сне. Меня зовут Горелый. Я родился в грозовом племени, но был вынужден уйти. И новым домом для меня стала ферма, где жил мой лучший друг Ячмень. У Ячменя тоже было тяжелое прошлое. Он жил в кровавом племени, но сбежал. Он увидит сон, надеюсь, хороший. Держись, Фиалка, держись, сестренка, я почти пришел. Ох, какое счастье, ты вернулся. Никто тебя не преследует, не думаю. Но они там, не так ли? Да, да, там. Бич, пожалуйста. Вот что мы делаем с теми, кто нарушает правила. Нет, оставь ее, сразись со мной, если нужно. Она ничего не сделала. Это правда. Но ты попытался сбежать из кровавого племени, и ты должен понести наказание. А что может быть лучшим наказанием, как не видеть сестру, умирающую прямо у тебя на глазах? Нет. Мне известно не все о том времени, но я знаю, что его сестра чуть не погибла. Он часто переживает об этом. Все хорошо, это лишь сонно. Все тот же, о Фиалке. Хорошо, но теперь ты проснулся, и мы знаем, что Фиалка в безопасности. Надо идти. Грызовое племя нам поможет. Так мне сказали звездные коты. Мы можем найти новый дом в другом амбаре. Ты знаешь? Знаешь, что можем, но просто как далеко мы уйдем? Нас уже выгоняли из собственных домов. Я покинулся в грызовое племя. Ты забежал с кровавого. Мы не можем снова допустить этого. Грызовое племя нам поможет. Сам огневый звезд сказал, что мы всегда можем на него положиться. Разве не так? Хм. Я знаю, что тебе не нравится быть среди множества чужих котов. Но мы придем с миром, и нас примут. Мы не будем там надолго. Хорошо, хорошо, идем. Я не буду жаловаться. Слишком. А дальше мы должны были пересечь территорию племени Ветра, придя по знакомой пустоши. Это напомнило мне время, когда я, юный роженосец, оказался здесь впервые по пути к лунному камню. Я знаю, что мы поступаем правильно. Я чувствую это. Вдруг топот множества кошачьих лап вывел меня из задумчивости. Что это? Не знаю. Будь готов. Когда ты сказал, что нас примут, я совсем не это представляю. Стой смирно и делай резких движений. Все будет хорошо. Бродяги! Что вы здесь делаете? Это вы украли нашего котенка. Что? Мы ничего не крали. Эй, я знаю вас. Горелый, да? А это ящемень, правда? Мы виделись в прошлый сезон зеленых листьев. Я чернохват. Они на мне враги. Этот горелый раньше был грызун котом. Хм. Получается, что он враг. Что случилось? У вас пропал котенок? Боюсь, что да. Темно-серый малыш по имени Грачек. Он вечно попадает в какие-то истории. Грачек счастлив этим утром перед рассветом. Теперь мы все насторожены и встревожены. Бродяги уже доставили неприятности двум племенам. Теней и Грязовому. Даже после биты с Крабовым племенем. Хорошо, мы сейчас направляемся к Грязовому племени. И если что-то заметим, обязательно вам сообщим. Спасибо. Прощайте. Чем ближе мы подходили к территории Грязового племени, тем сильнее меня накрывало волнение. Эй, давай пойдем к лагерю через четыре дерева. Я покажу тебе место, где проходят советы, когда оно не заполнено кучей дереващихся котов. Эээ, ладно. Видишь, разве это место не великолепно? Наверное, да. А это Великая Скала. Каждая полнолуния предводителей племен становятся на нее и обращаются ко всем котам. Хм. Эй, ты слышишь? Позволь мне угадать, Грачек, не так ли? Ох. Не поведаешь ли нам о своих делах? Я хотел посмотреть, каково это быть предводителем, но у меня не получается залезть на скалу. Ты знаешь, что тебя ищут все племя. Они беспокоятся тебе. Не знаю, с чего это. Ведь они не обращают на меня внимания. А вот теперь обратили. Пойдем найдем твои соплеменников. Знаете, я мог бы сообразить, как залезть туда. Вы просто не дали мне времени. Да-да, это мы во всем виноваты. Живее, котенок. Чем быстрее доберешься до племени, тем быстрее все уляжется. Ох, что-то не нравится мне этот шум. Похоже, уже поздно для того, чтобы все улеглось. Эй, кажется, я слышу чернохвата. Не отрицайте этого. Вы перешли границу грызового племени. А я это и не отрицаю, дым. Итак, что вы сделали с грачиком? О, попробуй еще разок обвинить нас в этом, крыца. Глазом не успеешь моргнуть, как я с тебя шкуру спущу. Кажется, дело идет к драке. Все хорошо, слышите? Хорошо, мы нашли его. Нет повода для драки. Горелый, что ты делаешь при мне ветра? Ты присоединился к ним? Вот ты где, слава звездному племени, ты жив. Эй, хватит, отстань от меня. В глазах дыма было подозрение. Но они уши не дав мне сказать ни слова. Нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ними до самого лагеря. Племя ветра постала тебе шпионит за нами, Горелый, предатель. Плохая идея, пошли отсюда. Нет, мы не сделали ничего плохого. Мы пришли с миром дым. Мы лишь проходили через территорию племени ветра и вдруг нашли котенка. Нам надо поговорить с огнезвездом. Вскоре дым понял, что шпион никогда не будет просить провести его к предводителю. И он согласился взять нас в лагерь. По пути мы остановили, чтобы дым выкопал зарытую для сохранения дичь. Все это было мне таким знакомым. Я тоже когда-то закапывал дичь под этим деревом. А вот и папоротниковый туннель. Вход в лагерь грузового племени. Мое сердце забилось часто-часто. И вот он. Я все помнил. Но будет ли так, как я и обещала ячменю, будут ли они рады нам? Горелый, как я рад видеть тебя. Смотри, это Горелый и ячмень. Давай поздравимся. Спасибо предкам. Скажите огнезвезды, что у нас гости. Кто они такие? Я их никогда не видела. Ого, это Горелый и ячмень. Они бродяги, но самые лучшие бродяги. Они помогали грузовому племени, когда нам особенно требовалось. Ого! Я сразу же узнала подругу огнезвезды, песчаную бурю. Но эти котята с ней. У тебя малыши, они прекрасны. Вы с огнезвездами должны ими гордиться. Мы здесь, старый друг. Кажется, будто совсем недавно мы с тобой были такими же. Не правда ли? Хорошо, что он не заставил вас долго ждать. Что провела тебя в грузовое племя, Горелый? Я как тебе сказать это? К моему удивлению, слова не приходили на ум. Я слишком долго не был в племени. Я забыл, как надо просить о помощи. Не вижу у тебя проблемы. Спрашивай, не бойся. Грузовое племя помнит, как вы с ячменем помогли нам в битве с кровавым племенем. Нам нужна твоя помощь, огнезвезд. Я рассказал ему все. О бродягах, о пожаре, обо всем. Вот. В самом деле нам нужен просто патруль к зоопремени. Мы сможем выигрывать бродяг с помощью нескольких воинов и вернуть наш дом. Я попросил что-то не то, огнезвезд. Нет, мы сделаем все, что сможем. А теперь вы должны отдохнуть в нашем лагере. Ни ячмень, ни я не поняли, что сегодня случилось. Что-то было не так. Что-то огнезвезд нам не договаривал. Я лишь надеюсь, что мы узнаем об этом. Позовите пепелицу, быстро! Ты первая, мы должны остановить кровотечение. Как ты думаешь, твоя нога цела? Вроде бы да, я могу слегка наступить на нее. Это была очередная засада. Засада? Что это такое? Мог поможет остановить кровотечение. Я подожду немного, пока панико ляжется, и попытался хотя бы что-нибудь понять. Огнезвезд? Что происходит? Что случилось с твоим патрулем? Коты приходят с территории двуногих. Они вторгаются на территорию грузового племени, нападают на патрули и воруют добычу. Я надеюсь, что проблема с территорией двуногих решена, а поскольку погибить, но это не так. И вторжения все учащаются. И теперь ты не можешь организовать для нас патруль? Нет, не сейчас. Я хочу помочь на моем племени в беде. Я сначала должен найти способ защитить его, а потом я помогу тебе. Но все равно мы рады тебе и ячменю. Оставайтесь столько, сколько пожелаете. Если мы останемся, то будем участвовать в охотничьих патрулях. Мы не хотим быть для вас обузой. Спасибо. Спасибо. Сейчас скажет здравый воин на вес золота. Я... я не воин огне звезд. Я никогда им не буду. Но я все равно помогу. На рассвете мы пошли в первый патруль. Двое сильных воинов, Крутобок и Белохвост, уже готовы и ждут нас. Я не думаю, что ячменю когда-либо приходилось вставать так рано. Давай, ячмень, идем. Они уже ждут. Дай мне еще поспать, ну хоть чуть-чуть. Вставай! Довольно удачный патруль. Немного добычи у нас уже есть. И мы уже начали думать, что все будет хорошо. Но мы ошиблись. Эй, убирайтесь, убирайтесь. Благодарим вас за все, грязевое племя. Бродяги отвратительны. У них нет на это никакого права. Мы не можем позволить им так просто уйти. Но тогда, когда сражение было в самом разгаре, произошло что-то странное. Эй! Эй, ты! Ячмень как будто не слышал грубость кота с порванным ухом. Но когда пришел другой патруль золопремени, времени на расспросы не было. Назад! Немедленно! Мы уже получили все, что хотели. Мы лишь проводили их взглядами. Они украли или испортили всю нашу добычу. А я так и не знала, что и думать о том коте, который, кажется, узнал ячменя. Были ли они ей знакомы раньше? Как оказалось, я не один это заметил. Ты знал тех котов? Нет, нет, не знал. Правда? Они, кажется, тебя узнали. Другие тут же помешали Крутобоку расспрашивать ячменя. Но он с этим еще не покончил. Те коты. Ты знаешь их со временем своего пребывания в Кровавом племени, да? Прошлое уже забыто. Я не желаю разговаривать об этом. Я знаю, как ячменя страдал из-за Кровавого племени, но если он не хочет разговаривать, я не буду на него давить. Кажется, ни одному мне все это интересно. Вот ты где. Можем ли мы поговорить с тобой? Ячмень. Не думай, будто я ничего не понимаю. Я знаю, что тебе неприятно вспоминать об этих котах. Но если ты знаешь, где они живут, то грызовое племя смогло бы вызвать их на бой. И показать, что значит торгаться на нашу территорию. Ну, ты можешь нам помочь? Слушайте, я не знаю тех котов. Я не знаю, где они живут. Я ничем не могу помочь. С плечом все будет хорошо. Надеюсь, у нас словно окостенело. Где едва печеная буря? Мы голодные. Неужели у нас даже мышки нет? Извините, котятки. Сегодня придется обойтись без еды. Я вижу, как им больно. И как они все гладают. Я знаю, что ячмень это тоже видит. Я знаю, что ты надел кровавое племя в твоей жизни. Но грызовые коты, мои друзья. Неужели мы действительно позволим им страдать? Наступил следующий день. Приукрашенный плачем котят и урещанием пустых животов. А ячмень так застыл, словно камень, будто ничего и не происходит. Не волнуйся, песчаная буря. Мы уже идем. Я знаю, где можно удачно поохотиться. Не успеешь оглянуться, как твои котятки будут накормлены. Удачи вам! Я пытаюсь сообразить, что такое надо сказать ячменю, чтобы тот пришел в себя. Но все мысли кажутся мне глупыми. Так что я пока молчу. Шли часы. И вот. Помогите, помогите. На помощь, пожалуйста. Капелька, что случилось? Где твоя сестра? Медянка. Это все бродяги. Они же не убили ее. Прошу огнезвезд. Не дай ей умереть. Войны, спасательный патруль. Быстро. Нам нужно спасти соплеменницу. Ячмень. Мы должны им помочь. Идем. О, пожалуйста, пожалуйста. Не дай ей умереть. Медянка. Медянка. Мои сестры они тоже пытались убить. Я помогу. Тогда пошли скажем огнезвезду. Вот и все. Это конец первой части моей озвучки манги Судьба Грелого на подмогу племени. Просто это видео оказалось очень долгим, и его будет очень сложно загружать. Да, изучить было сложно, так что ставьте лайк и ждите вторую серию. Всем пока!